Всем привет! Вы на YouTube-канале Комфи годно о технике. Сегодня я планирую вам рассказать о новой линейке смартфонов компании Vivo. Почему сейчас и почему именно о них? Да потому что устройства от данного производителя в скором времени будут официально продаваться в нашей стране. И поскольку люди, которые живут в Украине, они не особо знакомы с продукцией от Vivo, я хочу вас со всем этим делом ознакомить. И, как всегда, я буду двигаться по нарастающей. От самых недорогих к самым дорогим смартфонам. Присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Но перед этим хочу сказать, что все эти смартфоны будут официально продаваться в интернет-магазине Комфи. Смотрите на ссылки в описании, ну а я продолжаю. И самый бюджетный смартфон в линейке это Y91C, что легко можно определить по наличию всего одной камеры на тыльной панели. К тому же корпус полностью выполнен из пластика, как, в общем-то, и у всех остальных смартфонов этой линейки. Аппарат получил довольно крупный и, к тому же, практически безрамочный дисплей, который выполнил по технологии IPS и прикрыт закаленным стеклом. За производительность смартфона отвечает энергоэффективный и достаточно производительный, как для такого класса устройств, процессор от Mediatek. В паре с двумя гигабайтами оперативной памяти. Мало того, смартфон получил ёмкий аккумулятор, благодаря которому можно смело рассчитывать на полтора дня автономной работы. Ещё хочу отметить наличие Bluetooth 5-й версии и Wi-Fi стандарта AC. Но вот сканера отпечатка пальцев здесь почему-то нет. Вместо него нам предлагают использовать разблокировку по лицу. А для зарядки здесь используется разъём microUSB. Впрочем, как и у всех остальных смартфонов линейки. Графический интерфейс системы называется Funtouch OS. Конкретно в данном случае версия 4.5, основанная на Android версии 8.1. Разбирать сейчас все особенности этой графической среды я не буду, потому что это займёт уйму времени. Но от себя могу сказать, что это, знаете, такой некий симбиоз и MUI от Huawei в перемешку со старыми версиями iOS от Apple. Ну что же, идём дальше. На ступеньку выше в иерархии смартфона Vivo разместился Y93 Lite, который отличается от младшей модели, главным образом наличием на тыльной панели второй камеры и сканера отпечатков пальцев. А вот размер дисплея, его разрешение и матрица остались прежними. Под капотом установлен процессор от Qualcomm, который в целом сопоставим по производительности с Mediatek, который был в предыдущем смартфоне. Но зато лучше показывает себя в играх. Оперативной памяти стало больше, поэтому работать смартфон должен всё-таки немного шустрее своего младшего брата. Да и по автономности должно быть всё отлично, благодаря более энергоэффективному процессору и ёмкой батареи. А в плане ПО старшая версия ничем не отличается от младшей модели, и интерфейс, и версии операционки такие же. Следующий смартфон – это модель Y15, которая довольно сильно отличается от двух предыдущих аппаратов бренда. В основном изменения коснулись дисплея. Он прибавил в диагонали, а разрешение выросло с HD+, до Full HD+. Возросло и количество оперативной памяти – с 3 до 4 гигабайт. Серьёзных изменений претерпели и камеры смартфона. Мало того, что на тыльной панели теперь целых три модуля вместо двух, так один из них сверхширокоугольный, и это здорово. Без того ёмкую батарейку увеличили до вообще гигантских объёмов, поэтому у аппарата есть всё для того, чтобы стать долгожителем. А вот процессор остался точно такой же, как и у младшей модели Y91C – тот же Mediatek Helio P22. Зато в наличии теперь есть NFC – это чип для бесконтактной оплаты покупок, который, кстати, присутствует и во всех остальных более дорогих моделях. Но изменениям подверглись не только технические характеристики. Вместо восьмой версии Android у Y15 появилась девятая версия Android, с обновлённым интерфейсом Funtouch также до девятой версии, и со всеми вытекающими отсюда фишками, включая искусственный интеллект и новый дизайн. А вот Y17, который идёт ещё на ступеньку выше, внешне почти ничем не отличается от Y15. Практически все изменения скрыты внутри аппарата. Так, диагональ дисплея у него стала немного меньше, но разрешение и матрица остались прежними. Основные камеры не изменились, но зато разрешение фронталки стало ещё чуть больше. Ну и самым важным изменением стал ощутимо более мощный процессор, и отсюда возросшая производительность. Также стоит обратить внимание на количество постоянной памяти. Оно возросло до 128 гигабайт. По всему остальному, это всё тот же старый добрый Y15, включая версию системы и интерфейса. Кстати, у Y17 есть небольшое ответвление в виде Y17 Neo. И, казалось бы, внешне смартфоны особо не отличаются, за исключением расцветок и золотистого акцента на ободке камеры Y17 Neo. Но, с другой стороны, у смартфонов есть несколько довольно весомых отличий. Например, вместо IPS-матрицы у него установлен более крутой AMOLED-дисплей, и для многих это будет жирным плюсом. Кроме того, прямо под ним расположен сканер отпечатков пальцев, который переехал с тыльной панели. Процессор тоже стал производительней, а основная и фронтальная камеры получили новые сенсоры. Правда, немного уменьшилась ёмкость аккумулятора, но, как по мне, это вполне простительно, с учётом всех остальных его преимуществ. Ну и напоследок поговорим о топовом представителе линейки под названием Vivo V15 Pro. Самой главной фишкой этого смартфона является выдвижная конструкция фронтальной камеры, за счёт которой на лицевой панели вообще нет никаких вырезов. И, на мой взгляд, это существенный плюс. Но, во всяком случае, это моё мнение. Кроме того, сам дисплей здесь выполнен по технологии Super AMOLED, с Full HD Plus разрешением, под которым находится сканер отпечатков пальцев. За производительность отвечает довольно мощный процессор Snapdragon 675 в паре с 6 гигабайтами оперативной памяти. Встроенного хранилища по-прежнему всё тех же 128 гигабайт, плюс имеется поддержка карт памяти формата microSD. Переосмыслены как основная, так и сверхширокоугольная камера, которые получили новые сенсоры. Ёмкость батареи ещё немного уменьшилась, что, в общем-то, не мешает смартфону работать полный световой день от одного заряда. Из прочих особенностей здесь также имеется модуль NFC, мини-джек для наушников и разъём microUSB для подзарядки. Да и софт такой же, как у Y15 и Y17. То есть, это девятый Android, прикрытый оболочкой Funtouch OS, также девятой версии. Ну что же, вот мы и ознакомились со всей новой линейкой смартфонов Vivo, которые в скором времени появятся официально в Украине, и которые вы сможете купить в магазине Comfy. Ребят, у меня всё. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, если оно вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, и да пребудет с вами Android. Пока-пока.